Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Захар Ковтун 6 лет на татаме. Отец привел его в дюдо, когда он еще ходил в детский сад. Сегодня он пример для подражания в своей школе. Одноклассники тоже записываются в секцию японской борьбы. На первенстве Самарской области они впервые показывали судьям, как правильно выполнять приемы. Мне очень понравилось. Я загорелся желанием и начал тренироваться. Двое у меня есть одноклассников. Я их взял и погнал в дюдо, чтобы они занимались. Спортивный клуб мужества из Самары на соревнования выставил две команды мальчиков и девочек до 13 лет. Чтобы попасть в лучшую восьмерку, спортсмены сначала сдавали нормативы на внутриклубных соревнованиях. После этого ребята попали на татами городского и только после этого областного первенства. Все отбирается только по борьбе. Если человек занимает первое место в своей весовой категории, он отбирается в команду. После этого начинаем учить его броскам ката, то есть определенной технике. Это там 8 бросков, которые они должны знать, ну хотя бы на оценку хорошо. Разнообразные подсечки ног, захваты, броски через бедро и спину. Сдав борцовский минимум, ката, зачет по физподготовке и пройдя череду схваток, дзюдоист получает желтый пояс, пятый кью и право выступать на серьезных турнирах, первенствах по Волжье и России. За место в сборной Самарской области боролись 14 команд, 10 юношеских и 4 женских. Эти команды прошли уже отбор в своих округах, то есть прошло первенство как Самары, Тольятти, Сызрани и сильнейшие представлены здесь. В последнее время этот возраст до 13 и до 15 лет наши команды являются одним из фаворитов в российском первенстве. В итоге на пьедестал почету поднялись дзюдоисты из 1-й школы Олимпийского резерва, Клуба мужества, ЦСКА ВВС и Георгия Победоносца. Сборная региона в апреле в Тольятти поборется за медали Приволжского федерального округа. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.